Вот смотрите, у нас большие-большие проблемки возникают, да? Евросоюз к нам санкции применил, Америка к нам санкции применила. И что у нас получается? Рыба стоит дорого. Подождите, а почему рыба стоит дорого? И вообще, почему вы хотите платить за рыбу? Я в этом не понимаю. Гораздо проще приехать сюда, в Агаповский центральный рынок, и он находится за моей спиной, зайти в замечательный магазин «Рыбачок», за копейки купить себе то, на чем вы можете порыбачить, выловили рыбку и ничего не платите. Ну, а бензин или газ, ну, это уже нормальное явление. Только посмотрите, где есть рыбка. А рыбка есть везде, поэтому есть смысл приехать сюда и посмотреть, а также купить. Ну что, с кризисом мы бороться будем. Я, конечно, с уважением понимаю слова и мысли Владимира Владимировича, что нужная часть Украины должна быть наша, но не въезжая в действие товаропродавцов. Я, конечно, понимаю цены, но непонятен результат. Мы вообще-то сами товаронасыщенная страна. У нас огромное количество морей. И мы что, себя не прокормим? Эй, и мы что, можем обломаться с хлебом? А с колбасой тоже? Теперь вопрос. Я-то помню то время, когда колбаса была за 2.20. Я понимаю, что те тучные стада к нам не имели никакого отношения. Мы кормили все страны соцлагеря. Но, простите, страны соцлагеря сейчас нас пикетируют. А где мясо, то. Бред о том, что нас кормят. Это бред. Но с этим бредом должен разобраться следственный комитет и прокуратура. Ну, а мы разберемся на льду. Потому как не будем покупать рыбу. У нас и так хватает. Так вот, для нормальной зимней рыбалки здесь есть все. И вот это все вот вам здесь показано. То есть, пожалуйста, различные рукавицы. Можно такие. Можно, если собираетесь, не торопясь. Во, шикарные. И цена вот просто вообще халява. Этих всего в достаточном ассортименте. Естественным образом мы вам покажем удочки. Про удочки сейчас будет смешно. Потому что максимальная цена удочек это, по-моему, 160 рублей. Такая крутая и навороченная. Все остальное, ну, я вам серьезно говорю. Вместо того, чтобы просто путешествовать, возьмите себе. Поверьте мне, остановитесь, наловите. А прикармливайтесь замечательным образом. Все это можно делать. Вот есть, получается, поклевки правильные. То есть, вы долбите луночку. Кстати, эта штука тоже здесь есть. Потом туда вы набираете все это дело. Можно скомпоновать это дело, опустить. И у вас начинается замечательный клев. Вот, все что угодно на вас. Но если вы хотите поймать что-то большое. Ну, к примеру, щуку или судака. Как его поймать? Вопрос. Так вот, для этого здесь замечательные живцы. Сейчас я попробую поймать. Если не получится, извините. Но они здесь есть в наличии. То есть, при нормальной эксплуатации, вы берете сюда вот. Вот у нас карасики есть. Вот. Берете маленьких карасиков. Вот такой маленький карасик. Видите? Аккуратненько вот сюда вставляете крючок. И опускаете ее плавать. Вот. Если что-то не получилось. Хотя я думаю, что все дело у вас получится. Вот. Но если что-то не получилось. Этот же карасик. Если вы аккуратно внедрите. Видите? Он шикарный карасик. Вот. И на следующий сезон. То есть, ну, понятно, что это же охота. Охота, то есть, не та, которой вы охотитесь. Потому что вы охотитесь и надо кого-то прибить. Вот. Но, тем не менее, вы охотитесь под водой. Естественно, вы туда не залезете. А вот эти вещи вам помогают. Ай, 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 ай. Вот специально взял и показал вам. Вот пискари. И вот карасики, понимаете? И пискари, и карасики. Хотя, если честно, я бы сам пискари съел. Потому что пискари это супер. Вот. А, кстати, где здесь продаются? А где здесь еще и водятся пискарики? Потому что за пискарями я бы тоже съездил. А где пискарики выбрать берете? А где откуда? Как мне нравятся пискарики. Просто их вот берешь. Их можно есть же. Теперь вопрос к нашим поставщикам. Но, по сути, он не таков. Маленькие удочки, ну лески, ну палатки. И на этом деньги не поднимешь. Но кто-то внедряет эту статью. Здесь, в Агаповке, все проще и дешевле. Как дешев и прикорм. Я сюда приехал и надел нормальную куртку для езды на лыжах. Вот. В принципе, в этой же куртке я могу и на рыбалку сходить. Никаких проблем нет. Она абсолютно непродуваемая. И все супер. Вот. То, что за моей спиной, это, естественно, лески. Их очень много. И они различные. И цена тоже. И все это вообще копеечки стоит. Вот взяли лесочку, да? 40 рублей. Ну, 40 рублей удочка, 40 рублей лесочка. 40... Сколько там, я не помню. То, на чем вы ловите. То, что сейчас в моих руках. Понятное дело, что такое опарыши, да? Что такое опарыши? Опарыши это делают... Мухи. И не стану ничего делать. А что такое мотыль? Мотыль? Мотыль из мотыля, знаешь, что получается? Из мотыля получаются эти... Комарики. Так вот. И это все, и это все в нормальном качестве. И оно не замороженное. Поэтому берите спокойненько и рыбачьте. Вопрос, с кем рыбачить? Да, в принципе, пойдет и вся семья. Пуховички есть у всех. Но вопрос со штанами решается легко. Тот же вопрос с обувью. Не хотите замерзать? Есть и палатки. Чуть-чуть льда и в палатке сахара. А снег снаружи не пропускает холод. Теперь посиделки. Все сидят на работе. Здесь посиделок может и не быть. Замечательный прикорм. И у вас рыбалка будет зависеть только от вашего перемещения. Так что, пацаны или девочки, 50 рублей или чуть более на прикорм. И 4 килограмма за 2 часа вам обеспечено. Ну и самое дорогое. В смысле, без чего зимняя рыбалка не получится. Простите, но за бур придется заплатить. Хотя цена-то и небольшая. Зато купив один раз бур, вы очень долго будете обеспечены рыбой. Про одежду я вам говорил. Но лучшие одежды за моей спиной. Ценники примерно такие же. То есть, если вы покупаете одежду в магнитогорском магазине хип-хоп, то это понятно. Если вы покупаете что-то другое, в других местах, ну, вы вылетаете в деньги. Вот. Здесь те же самые цены, ну, только это вот такая штука, да? Вот. И я вам про буры. Сам начальство сюжета говорил. Буры, вот они, в наличии. Пожалуйста, берите, и никаких проблем у вас не будет. Кстати, для тех, кто хочет поднять вес. И для тех, кто путешествует. Весы. Сразу определяете, сколько. Хотя при желании можно и весь багажник закидать. Но понять-то надо. Средиземноморская диета для тех, кто любит свежачок. Ну, а для тех, кто путешествует, это возможность не переплачивать за вес. Вот про... О, кстати, я птичка чуть позже покажу. Вот. Чуть позже. Потому что я вам хотел показать удочки. И то, самая дорогая удочка. Вот, 180 рублей. Все остальное, ну... И это даже не 10 литров бензина. Это гораздо дешевле. Тем более, вот смотрите, нормальная удочка. Взяли и порыбачили. Вот так поставили штук 5-6. И потом начинаете дергать. Вот. Но то, что нужно, это вот для меня. Потому что это замечательные весы. Они, конечно, стоят немножко других денег. 30-40 рублей. Но они хороши не только для вас, любителя рыбной ловли. Они еще очень хороши для того, кто путешествует. Потому что они помогают и взвешивают до 50 килограммов. Ну и халява, естественно. А хотите халяву? Да вот она есть. Я, конечно, не понимаю. Здесь так цены такие. Весьма дешевые. Даже дешевле, чем в Магнитогорске. Но если вы еще хотите, то при любой покупке от 100 рублей вам замечательная скидка. 5%. Ну и, естественно, где все это делается? Это центральная районная Агаповская ярмарка. Улица Школьная. 1 дробь 1. Итак, мы вам практически все объяснили. Как в длинных условиях зимы не париться от запарки, которые вам втирают ваши оптовики. Или ваши все товарищи, которые вам что-то проезжают по ушам. И, кстати, ценники на бензин как-то упали. Раньше стоил доллар, а теперь 70 центов. Ну и теперь вопрос к вам. Как вы можете прокатиться за рыбкой? Да легко. 10-сантиметровый слой льда выдержит и вас. Слой в 40 сантиметров держит и танк. Ну и про место, где все купить. Агаповка. Центральный рынок и магазин Рыбачок. Дешевле не найти. А приехать просто. До сюда при желании то же время, как и по пробкам. И объехать-то легко. Но по сути Агаповка это часть Магнитогорска. Причем самая дешевая его часть. Итак, счастье полные штаны. Ну в смысле не полные штаны, а полное море удовольствия. Потому что вы знаете, где купить себе все задешево. А самые дешевые цены это не в Магнитогорске. Извините, у нас в Магнитогорске что-то странное дело творится. Все ценники поднимают вверх. Зачем, ребят? Ну, это же не делается так. Приедьте сюда, купите все, что нужно. И выловите нормальную рыбку. Кстати, насчет рыбки. Помнится, была такая средняя... А, сейчас вспомню. Это была диета, средиземноморская диета. Так вот, в средиземноморской диете вы кушаете рыбу. Потому что она там растет. Просто кушаете. Теперь, что касаемо средиземноморской диеты. Все то же самое делается у нас. Кстати, если вы хотите нормальных карасей, то же самое. Нормальную уху, это тоже делается. Судак, супер рыба. Вообще, по сути, у нас очень много нормальной рыбы. И мы можем ни от кого не зависеть. И поэтому чихать нам на всякие ваши санкции. Мы сами нормально проживем, когда у нас будет магазин рыбачок. А чтобы сюда приехать, так сюда приехать очень просто. Это нормальный агаповский рынок.